приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы два месяца назад мы готовили бекон панчетто и вот я думаю что через два месяца бекон готов и готов провести его дегустацию и показать вам что получилось естественно как я не люблю эти узлы естественно друзья ссылку на видео с рецептом как приготовить бекон панчетто я размещу в описании этого видео ну что немножко у меня есть мандраж так сказать немножко есть мандраж пахнет вполне пристойно пахнет вполне пристойно если вы посмотрите видео то я там рассказывал что панчету можно сделать из широкого куска сала и завернуть такой кружочек делали из узенького кусочка сала поэтому в кружочек завернуть не получилось а получилось вот так ну что друзья разрежем его очень пристойно очень пристойно сейчас покажу вам разрез и после этого попробуем как пахнет ну что ж друзья посмотрите вот такая вот наша панчета в разрезе вот такой вот он имеет вид мяско просолилась на срезе на срезе вот такое вот ну как то так будем пробовать ну что ж конечно бы его прикоптить немножко я все-таки бекон люблю копченый потрясающе просто тает во рту это нечто шкурку русала не люблю вообще к салу отношусь так вот мне интересно еще как эта серединка мясная очень вкусная очень тонкий аромат у бекона вообще супер в меру просолен все в меру в меру он завязался не хватает мне только рюмочки какой нибудь граб вот этот бекончик так ну в общем не буду вас отомлять друзья бекон панчета у нас получился можно делать вот так вот брусочком можно делать из большего куска сальца и завернуть в такой калачик все сделали правильно вялили его два месяца чем больше будет сам бекон тем дольше он должен вялиться то есть грубо говоря если он если вы его завернете в калачик тогда блин такой вкусный слюнки текут я прошу прощения если вы завернете в калачик тогда вялить наверно надо месяца 3-3 с половиной вялил я его в шкафу для вызревания сыровых колбас который собственно говоря сам и сделал если вас заинтересует на нашем канале в разделе обзора и оборудования есть видео как сделать ну собственно говоря как я сделал шкаф для вызревания сыровых колбас вялился он при температуре 10 градусов и влажности 70-72 процента ну собственно говоря на этом все друзья смотрите рецепт в описании этого видео надеюсь что этот материал был для вас полезным ну собственно говоря как обычно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока